Модернизация ЖКХ продолжается, ремонт крыш многоэтажек, обновление лифтов, благоустройство придворовых территорий. В этом году на эти цели из бюджета выделили значительные средства. В прошлом году капитально удалось отремонтировать 170 домов, а всего во властном центре их 1100. Какая работа будет продолжена в этом году, расскажет Илья Кудряков. Трещины в стенах, затопленный чердак и протекающий потолок. 74 дом по улице Брусиловского построили больше 40 лет назад. Сейчас здесь проживает 100 человек. За все время не было ни одного капитального ремонта. Жильцы своими силами ремонтировали крышу. Но надолго этого не хватало. Затем они узнали о программе модернизации ЖКХ и решили воспользоваться. С 2011 года пошла программа модернизации ЖКХ. Мы встали на очередь, подали первичный документ в 2013 году. И вот с 2013 года мы не можем пробиться, чтобы нам это сделали. Обещают, но все не получается. То, как его, программы, то экспо, то, 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 то и все какие-то причины. И вот буквально уже последние годы мы живем так, пятые этажи, как из ведра все у нас идет. Но хотелось, чтобы в уюте и в порядке было. Всего в областном центре насчитывается 1100 многоэтажных домов. Начиная с 2011 года капитально отремонтировать смогли только 170. Потратили на это около 3 миллиардов тенге. На сегодня в очереди на полное обновление крыжи находится 38 домов. Брусиловского 74 – один из них. Теперь им придется в течение 10 лет выплачивать за нее. Мы в этом году решим этот вопрос. Вы знаете, что за счет республиканских средств программа модернизации реализовывалась. Но, к сожалению, в последние годы средств недостаточно. Мы в этом году сформировали хороший бюджет областной, который, в принципе, позволяет нам эти работы начать уже за счет собственных денег. Собственных денег, значит, областных. Поэтому мы сейчас выделим деньги для города, для ремонта крыш, для ремонта лифтов. Но это деньги возвратные, вы знаете. Жители должны подписать, как через ЖЭС, так через службу жилищную. Мы деньги выделим. А вот в доме 136 по улице Нурсултана Назарбаева с 1995 года нет лифта, хотя это девятиэтажка. В основном здесь проживают пенсионеры. Много семей с маленькими детьми. И есть инвалиды, которые живут на верхних этажах. Поэтому иногда просто сходить в аптеку или магазин для них настоящий квест. Приходится просить соседей. Сейчас на крышлях уже два года. Вторая группа. Операции там. Ну, короче, люди мучаются, ходят. Много, как говорится, пожилых с одышками, да, и сердечные там проблемы. Ну, и ребятне тоже как бы бегать, прыгать тяжеловато. Ну, плохо без лифта, я вам слово. Прежнего председателя эта проблема особо не интересовала, говорят жильцы. Но с приходом нового удалось добиться изменений. Собрать все необходимые бумаги. А это тоже было своего рода испытание. И в итоге встать на очередь. Ориентировочно один лифт стоит 12 миллионов тенге. Жильцы также будут выплачивать за него. У нас по городу 367 лифтов по городу, из которых большая часть уже, конечно, устарела. Большая часть. А 8 лифтов вообще не работали уже долгое время. И это все девятиэтажки. Конечно, это неправильно. Вот теперь в этом году у нас есть возможность из областного бюджета выделить деньги. У нас в этом году бюджет неплохой. Который позволяет эти вопросы решать уже на уровне местном. Мы городу сейчас выделим деньги. Выделим деньги в бюджет города в 2021 году, который позволяет купить сразу все эти 8 лифтов. Начиная с 2011 года местные власти заменили и восстановили 32 лифта. На сегодня нужно поменять еще 217. Затратить придется около 3 миллиардов тенге. Работу в этом направлении планируют продолжать. Илья Кудряков, Рейнбек, Бегужаев, Служба новостей.